Подростки Наши православные подростки имеют несколько таких разных качеств. Часть из них это подростки, которые перевоспитаны своими родителями. Как раз у них такой инфантилизм долгий, что они подростками остаются уже 20-22 года. Они все подростки. У них еще подростковый период начинается слишком поздно. Если бы они в свое время переживали в 14-16 лет какие-то бури, было бы все понятно. Было бы все понятно, откуда, от чего это идет. На половое созревание, еще какие-то вещи. А тут часто бывает так, что подросток превращается уже в юношу. И никаких с ним проблем-то особо и не было. А вырасти все равно не может. Потому что в нем нет никакой ответственности. Никакой самостоятельности. Он в этом смысле опасен тем, что в какой-то момент он вдруг начинает быть очень управляемым со стороны. Но уже не родителями. Родители настолько перевоспитывают своих детей, настолько много заботы, настолько много каких-то вот таких вещей, которые все время делаются за него, все решаются за него, в том числе в вопросах веры, в вопросах молитвы и так далее. Что просто не дает никакой самостоятельности в свое время. Когда человек уже взрослый, когда он уже окружен совсем другими людьми и от родителей, хочешь не хочешь, он отдален, ну скажем, институтом, новыми друзьями, то тут родители уже влиять, они, конечно, влияют как-то, они его кормят, они его одевают, они продолжают давать деньги. А основное влияние на него оказывает вот то общество, в котором он сейчас находится. И он так же, как подчинялся тому обществу церковному, в котором он был до этого, ровно так же спокойно подчиняется тому обществу, в котором он попадает сейчас. И это проблема к тому, что у человека не сформировано критическое мышление. Вот оно тогда не было сформировано. И он хорошие вещи воспринимал, но не критические. И поэтому он ничего своего вот в православии, в общем, не имел. И не имеет до сих пор, потому что всё, что он имел, это ему было дано. Он это принял без рассуждения, без переживаний, без какого-то такого вот внутреннего трагизма, если хотите. У него не было моментов, когда он вдруг понимал, что это его личная ценность, это его личное сокровище, его вера. Поэтому так легко вдруг начинают слушаться совсем другие вещи. Они тоже для него не становятся какой-то ценностью, но в тот момент они вытесняют прежние вещи. И он так очень легко просто идет под чужое руководство, под руководство друзей, мнений и так далее, и тому подобное. Что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, родители должны родители должны как-то вовремя понимать, что ребенок должен взрослеть и не бояться в какой-то момент рисковать. Не бояться оставить его в сложном положении. Не бояться оставить его принимать решения, которые будут обязательно ошибочны, часто, может быть, и трагичны, но за которые потом он будет нести ответ сам и как-то попытаться решать эти вопросы самостоятельно. Мне приходилось, вот я же все-таки в гимназии много лет, 20 лет можно в нашей школе, и много раз мне приходилось видеть вот этот вот очень тяжелый и трагичный момент, когда дети из гимназии, закончившие школу православные, из православных семей вдруг так как-то с ними как-то нехорошо бывает, нам неприятно узнавать, что друг человек татуировку себе какую-то сделал, курит, пьет, и как-то в какие-то попал дурацкие компании нехорошие. Но как потом бывает радостно, когда человек уже возвращается по взрослевшему, когда он возвращается и для него его вера оказывается его верой. Это, кстати, сказать, большой риск, и возвращаются они не сразу. возвращаются вообще? Ну возвращаются, но не все и не всегда. Но возвращаются, возвращаются, но правда уже набившие какие-то шишки, но уже понявшие, что такое молитва, понявшие, что такое покаяние по-настоящему, и что такое их вера. и поэтому здесь надо понимать, что в том мире, в котором мы живем, мы не можем сделать, так сказать, у себя какую-то вечную оранжерею. Ни в приходе, ни в семье, ни в школе. Мы можем заражать у человека важные, серьезные вещи, постараться быть предельно с ним честным. Но в какой-то момент как родители мы тоже должны понять, что мы не можем вместо нашего ребенка прожить всю оставшуюся жизнь. Мы не можем его не отпустить в такое плавание, где он обязательно будет ошибаться, где он обязательно будет где-то тонуть. Просто важно, чтобы он знал, что есть какой-то спасительный круг и рука, за которую можно ухватиться. Ну страшно. На самом деле очень страшно. Но с другой стороны, когда происходят какие-то такие вещи, когда ребенку уже 20 лет, я просто приблизительно такую ситуацию сейчас наблюдаю, и его никак родители не могут отпустить. Он уже все это делал, он все равно делает все наперекор. Он сознательно совершает такие видимые грехи, чтобы родители поняли, что он имеет право жить своей жизнью. Все равно не отпускает. Он сознательно по подростковому, в 20 лет, но по подростковому протестует, эпатирует их. Ну как ребенок 20-летний. Но если и они все равно его держат, все равно они его пытаются переломить. Страшно становится, потому что если человеку они сейчас все-таки не дадут жить, хотя в 20 лет, это уже поздно начинать. подросткового периода 20 лет, это поздно, то он вообще не может не станет никогда нормальным человеком. Хотя внешне он, наверное, они привозят, что он будет в церкви, внешне он будет жить якобы по послушанию, внешне какие-то будут респондироваться. Формальные, уютные, удобные для нас вещи, а все равно он не будет с Богом, потому что он никогда не станет самостоятельно взрослым человеком. Здесь хочешь не хочешь приходится рисковать. Мне кажется, что мало сейчас таких вот уже семей, которые традиционно вот так формируют человека, что он взрослеет внутри семьи, оставаясь верным всем родительским традициям, всем родительским наставлениям. И такие семьи, слава Богу, есть, но их очень-очень мало. Потому что я сам не могу похвастаться тем, что у меня как-то так все традиционно в семье или как-то так все выверено по линеечке. И я смотрю на своего взрослеющего сына с огромной тревогой. И мне самому бывает как-то так страшно за него, очень страшно за него бывает. И он это прекрасно знает. Но я как-то сказал, что ты взрослый человек, мы будем с тебя молиться, но ты решай теперь сам. В каких-то серьезных вещах, которые ни мне, ни матушке не нравятся, очень не нравятся. Но мы поняли, что если сейчас мы его не отпустим, то мы все равно его потеряем. Только еще хуже. Совет родитель Зимандина очень сильно молиться за своих детей. Я не вижу другого способа наших детей спасать, как только родительской молитвой. Я очень уповаю на то, что Господь любит наших собственных детей гораздо больше, чем мы. Как бы нам ни казалось, что дороже их у нас никого нет. И очень уповаю на то, что Господь будет вести наших детей к спасению, если мы будем силы своего сердца в этой молитве употреблять как-то по-настоящему глубоко. И давая свободу определенную вместе с молитвой, очень хорошо эту свободу так дать ребенку, чтобы он понял, что это дар, который ему дают родителю, что вот эта свобода не просто равнодушие, не просто уже опустились руки, я уже ничего сделать не могу, делай, что хочешь, а я буду молиться. Нет. Мне кажется, что вот эту свободу надо даровать, как-то передать, чтобы он понял, чтобы он почувствовал вместе с этой свободой ту любовь и доверие, которую ему оказывается в этот момент. И когда это почувствует ребенок, мне кажется, тогда он может отвечать на это тем же, знать, что родителям эту свободу дали, если он использует ее вот так, то это то, что ему все равно дали. Это его право, и поэтому он не будет бояться, скажем, говорить о своих ошибках, например, родителям, или спрашивать о чем-то, или чем-то делиться. Мне кажется, это очень важно, когда эта свобода дается как такой дар любви.